Кинотрия финансистов Кинотрия финансов А возлюбленный его Моника Витти Есть потрясающий эпизод Всего где-то на 10 минут Когда она приходит на биржу На его место работы И наблюдает как он работает И вот в этих 10 минутах Мне кажется все сказано О бирже, о финансовом рынке И также О отношении мужчин и женщин Что это в общем-то Особая среда Конкуренция жесткая Которая делает то, что женщина Не место там, конечно Это чуждые элементы И эпизод заканчивается Что она уходит после этого Но о специальных каких-то фильмах О финансистах Именно на уровне искусства Я не припомню Потому что, конечно Вот фильмы Уровня Уолл-стрит Это все равно Для массового зрителя Это мой враг номер один Да, привет Это мой враг номер один Кого бы привели Да ладно враг Ты же снимаешь Я тебе дам эти самые Из Гуруштана Я тебе дам Гуруштана Картина была нарисована Дни пять назад Она еще совсем свежая И не застыла, так скажем То есть, я не знаю Может быть, ее стоило выставлять Через месяц, когда это все застынет Но, блин Увы Я рисовала специально для этого мероприятия Ну, в общем Свежеиспеченная картина Под названием Под рабочим названием Пока Маки Название придумаю позже На самом деле, рисую уже давным-давно Но, к сожалению, лет пять назад Лет пять уже не рисовала Это первая картина После такого большого перерыва Вот Не знаю, насколько она у меня получилась Но буду надеяться, что все-таки получилось Даже Самое главное, что Когда я рисовала Я хотела, чтобы она была Теплого цвета И яркого И сегодня на выставке Здесь На мероприятии Я поняла, что Мне это удалось У нас с вами есть прекрасная возможность Вспомнить, как все начиналось Мы считаем началом отчета и днем рождения Российского фондового рынка 20 февраля 1992 года Дату принятия закону Российской Федерации О товарных биржах и биржевой торговле Какие любимые Любимый фильм Бойлер Дэ, конечно же Этот фильм, когда я работала в Ситебанке Нам показывали на тренингах по продажам Как просто эталон продажи инвестиционных продуктов Какие еще любимые Уолл-стрит любимый Наверное, больше про финансовые рынки Не вспомню фильмов Маверик Он не про финансовый рынок Но дух азарта Игры на деньги там передан Просто в высшей степени Пилотажно Я приглашаю на эту сцену Председателя наблюдательного совета Группы компании «Алор» Председателя наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Самфир» Анатолия Григорьевича Гавриленко Группы компании «Алор» Группы компании «Алор» Ну сначала, ребят, я хотел представить Это «Надя Грушина» Да, Надежда? А граффити? А то она так скромно назвалась А «Надя Грушина» все знают, да? Это вот 20 лет Ты уже 20 лет маленький, Надежда? Нет Сейчас всего 10, да? Ну в принципе Вот Это один из успешных Вариантов развития людей Когда они приходят на наше время Надя начала с брокера Потом начала активно участвовать Во всех передачах И так далее, и так далее Потом она сейчас Грушевый ком открыла, да? Вот видите-ка Счастливые девушки Мы вот как раз не на эту тему говорили В принципе получается, что На нашем рынке На финансовом рынке У девушек Огромные возможности Я об этом говорю уже лет 20 Вот Мало девушек это слушается Те, кто слушает, 7, 10 лет Из финансового фильма Больше всего запомнился Фильм «Бойлерная» Мне кажется, наиболее интересный фильм Сама задумка Действительно держит в напряжении От самого начала фильма До самого конца Очень интересно было наблюдать Как главный герой Узнает всю историю Все подноготную Своей компанией, в которой работает И какие дальше шаги Он предпринимает Действительно хороший фильм Обязательно посмотрите Если не видели Я не знаю никого Я вас не знаю Здравствуйте Здравствуйте Какие у вас любимые Я поздравляю с 20-летием Российского фонного рынка Желаю вам развиваться Расти и процветать Достигнуть Возраста Материальной смелости Любые фильмы хороши Когда они правдивые К сожалению Большинство фильмов о финансах Очень далеки от реалий Финансовых рынков И отражают скорее мнение обывателя Чем реальные события Там происходящие Вот с этой точки зрения Мне очень нравится фильм Который в русском прокате Назывался В погоне за счастьем Который описывает Перипетии человека Который сделал карьеру В качестве селза Финансовых услуг И хотя Сам сюжет фильма Достаточно сказочный Это сказка про Золушку Где в качестве Золушки Выступает селс На фондовом рынке Но мне очень нравится Этот фильм тем Что он основан На судьбе реального человека И несмотря на некоторые Преувеличения Этот фильм является правдой Вот за это Мне и нравится Кроме того Фильм очень хорошо Мотивирует работников Которые занимаются Продажей финансовых услуг И рекомендован Просмотром Всем Кто продает Финансовых услуг Первое общее собрание На которое По-моему Пришли все акционеры Это общее собрание В гостинице Космос УАО Космос Зал в котором Было полторы тысячи мест Вместил две тысячи мест Собрание началось В десять часов утра А закончилось В двадцать два часа вечера Сколько было выступлений Сколько было надежд Как все это поймет Все были эмоционально настроены А потом Все больше и больше предприятий Приватизировалось Появлялись акции И началась торговля акциями Вот здесь начался фондовый рынок Но сначала Это был внебиржевой рынок Договорились по телефону Приехали Обменялись Хорошо если предприятие в Москве А если предприятие в Сургуте Или в Кагалыме То приходилось летать И перерегистрировать Именно туда Субтитры создавал DimaTorzok